Ну вот и отлично! Ну что ты, Ольга? Мы с Габи любим тебя? Я знаю, Мануэль, но я больше не хочу страдать. Ольга, всё пройдёт, всё снова будет хорошо. Ты зря думаешь, что уехав в другое место, сразу найдёшь счастье. Ольга, пройдёт время, и ты всё поймёшь. Прошу тебя, не уезжай. Мануэль, я начну новую жизнь. Ольга, поверь мне, тебе не надо никуда уезжать. Здесь все вместе мы сможем уловить дело, которое всех нас мучает. Подумай об этом, Ольга. Габи сказала, что вы уже ходили в полицию. Я не уеду, пока с этим делом не будет покончено. Может быть, мои показания помогут? Я хочу сказать, что меня не устраивают десять процентов. Диего, мы так давно здесь работаем, и всегда вовремя тебе платили. Меня это не волнует. Я намерен сделать так, как выгодно мне. Подумай хорошенько, это не так уж мало. Нет, меня это не устраивает. Ты не можешь выставить нас на улицу? Нет, я просто продам магазин. Сколько ты за него хочешь? А зачем ты спрашиваешь? Если ты не в состоянии платить за аренду, ты не сможешь его купить. Из чистого любопытства скажи, сколько ты хочешь. Не знаю, тысяч пятьдесят? Пятьдесят тысяч? Да, никак не меньше. Это большие деньги. И покупатель у тебя тоже есть? Нет, я еще никому об этом не говорил, но я вывешу объявление. Ну что ж, жаль, что мы с тобой не договорились. Придется нам приостановить торговлю усилия. Как ты можешь так спокойно об этом говорить, ведь мы... Не волнуйся, любимая. Спокойно иди домой, мы с тобой и потом поговорим. Иди. Моника! 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 Сеньора, тебя зовут Моника? Нет, сеньора, ну... Никаких но, уйди, я звала Монику. Вот и я. Что случилось, сеньора? Я возмущена. Ты интриганка! Ты обманула Сазара Августа и меня, чтобы проникнуть в нашу семью. Насколько мне помнится, я уже ответила на все ваши вопросы. Теперь я уверена, что тебе лишь обманом удалось выйти замуж за Сазара Августа. Не правда, сеньора, я никого не обманывала. Я не знала, что Сазара Августа женат. А сейчас он разведется и мы сразу оформим наш брак здесь, в Мексике. И ты продолжаешь утверждать, что Анита его дочь? Законность вашего брака меня не волнует. Я хочу знать, моя она внучка или нет. Анита, дочь Сазара Августа и ваша внучка. Прошу вас, поверьте мне, сеньора. Привет, Орландо. Привет, Херарда. У меня хорошие новости. У тебя все идет хорошо? Ну, надо много работать и быть на чеку. Да, конечно. Слухи распространяются очень быстро. Хозяева дома не должны узнать о планах на этот район. Да, а то цены тут же подскочат. Видишь ли, продают магазин, который я арендовал. Вы уже закрылись? Да, уже полчаса. Тогда у меня есть предложение. Поговорим о делах в каком-нибудь ресторане. Заодно и поедим. А то я успел проголодаться со времени завтрака. Ты с тех пор не ел? Ну что, поделаешь? При таком количестве дел и поесть некогда. О нет, так не годится. Пойдем скорее. Пошли, пошли. Сегодня, когда я была в фирме, мы поругались с Патрисией. Из-за чего? Я не помню, с чего все началось. Я что-то сказала, она возразила. В общем, она, чтобы сделать мне больно, заявила, будто Анита мне не внучка. То есть, якобы, она не твоя дочь. Мама, ты опять о том же. Я тебе уже все объяснил. Сынок, ради Бога, скажи мне все прямо и ясно, чтобы я уже больше об этом не думала. Один раз скажи мне правду. Разве ты не говорила с Моникой? Да, она утверждает, что Анита твоя дочь. Сынок, пойми, для меня это очень важный вопрос. И как бы сильно ты не был болен, этого ты не мог забыть. Подожди, мама. Дай подумать. Я вроде бы что-то вспоминаю. Любимый, я обманула твою мать. Я сказала ей, что Анита твоя дочь. Мне так хотелось, чтобы она отнеслась ко мне по-другому. Чтобы она полюбила меня. Что? Что у тебя вспомнилось? Сазара в гости. Все правильно. Анита не моя дочь. Не моя. Так это правда. Значит, вы обманули меня, как дуру. Мама, не говори так. Ты тут, возможно, ни при чем. Виной тому твои провалы в памяти, но это негодяйка. Ей здесь не место. Я выгоню ее вон из дома. Нет, мама. Ты напрасно думаешь, что я этого не сделаю. Это было бы несправедливо. Я хочу, чтобы она здесь жила. Эта цена вполне приемлема. Тогда скажи, что мне нужно сделать. Потребуются документы, подтверждающие, что он является владельцем. Если возникнут проблемы, сообщи мне. В нашей фирме есть юристы. Проблем не будет. Как все просто получается. Ну, просто иногда дела идут хорошо, а иногда нет. Это бизнес. Вместо того, чтобы сердиться, выслушай меня. И ты все поймешь. Она обманула меня, а ты хочешь, чтобы я была спокойна? Нет, мама. Я очень люблю Аниту. Это дочка Хавьера Гарсия, который был моим лучшим другом. Я наверняка упоминал о нем. Да, но ведь он умер. Да, мама. Так вот теперь...